Тема лекции «Погрузочные машины» План лекции Классификация погрузочных машин Виды погрузочных машин Буров погрузочные машины Погрузочно-транспортные машины Классификация погрузочных машин На угольных и рудных шахтах погрузочные машины предназначены для механизации процесса погрузки отделенные от массива буро-взрывным способом горной массы, транспортные средства при проведении подземных подготовительных выработок, а также при очистных работах при камерно-столбовой системе разработки рут. По принципу работы погрузочные машины могут быть периодическое действие с ковшевым погрузочным органом и непрерывное действие с нагребающими лапами. Машины периодического действия работают по принципу захвата горной массы периодически, то есть через определенные интервалы времени, и машинист управляет каждым циклом захвата. У машин непрерывное действие захват горной массы осуществляется через более короткие интервалы времени. Машина после пуска работает в автоматическом режиме, и машинист не управляет захватом каждой порции груза. В погрузочных машинах периодического действия применяют в основном ковшевой исполнительный орган, прежде гриферный и грибковой. В машинах непрерывное действие парные нагребающие лапы для узковатой горной массы, барабанно-лопастной рабочий орган для липких горных пород. Ранее в конструкциях погрузочных машин непрерывное действие применялись исполнительные органы грибкового, роторные, ковшевого, элеваторные с нагребающими цепными барами и лепленными дисками. По способу захвата, отделенный от массива горной массы, пускаемого в настоящее время, машин бывает нижнего или бокового захвата. По способу захвата горной массы различают погрузочные машины с нижним захватом, это в основном почти все типы ковшевых погрузочных машин. Верхним захватом это некоторые типы ковшевых машин, машин с нагребающими лапами и грибковым рабочим органом. Третий, боковым захватом. Это погрузочные машины с парными нагребающими лапами. По способу передачи груза на транспортные средства с прямой задней и боковой погрузкой и со ступенчатой задней погрузкой. Когда горная масса перегружается на передачный конвейер, расположенный на самой погрузочной машине. По способу разгрузки ковшевые погрузочные машины разделяют на три типа. Задний, боковой и фронтальный разгрузки ковша. Прибыль погрузочных машин обычный пневматический или электрический, с питанием по шлангу или кабелю. А механизм перемещения колесно-рельсовой или гусеничный, реже пневмошинный. Отечественные ковшевые погрузочные машины имеют колесные рельсы и механизм передвижения. Рельсы гусеничные. Некоторые типы зарубежных погрузочных машин имеют пневмомашинный механизм передвижения. Недостаток колесно-рельсового механизма передвижения. Малая маневрность. Необходимость настылки рельсовой пути относительно невысокого противодействия при внедрении ковша в горную массу в виду небольшой величины коэффициента отцепления колес тележки с рельсами. В отличие от колесно-рельсового гусеничного механизма, передвижение обеспечивает хорошую маневрность, высокую коэффициентность сцепления, почву и выработка, но является более сложным и значительнее увеличивает массу погрузочной машины. Пневмошинный механизм передвижения обеспечивает высокую маневрность, проходимость, высокую амортизирующую способность, что значительно увеличивает срок службы машины. Большую скорость передвижения, недостатка данного механизма передвижения, небольшой срок службы шин, значительное удельное давление на грунт по сравнению с гусеничным механизмом. Преимущество ковшевых погрузочных машин, погрузка породы, практически любые крепости, высокая надежность и долговечность. Недостатка. Ограниченный фронт погрузки у машин с колесным рельсовым механизмом перемещения, что требует зачистки почвы у стенок выработки. Периодический режим работы и в связи с этим относительно невысокая производительность. Невозможность разгрузки горной массы на конвейер, расположенной на почву выработки машинами с задней разгрузкой ковша. Преимуществами погрузки у машин непрерывным действием по сравнению с машинами периодического действия является более высокая производительность и маневрность с недостатками. А недостатками более сложная и дорогая конструкция. Меньшая надежность при погрузке крупнокусковой абразивной горной массой. Виде погрузок у машин. Принцип работы погрузки машины в периодическом действии заключается в следующем. Машина с прицепленной к ней вагонеткой и опущенным ковшом по рельсовым путям подгоняет к штабелю разогреленной горной массой. При соприкосновении ковша со штабелем механизм передвижения создает напорное усилие внедрения ковша. После его заполнения включает механизм подъема и горная масса разгружается в вагонетку. Затем механизм подъема переключает на обратное вращение и рабочий орган под действием силы тяжести опускается в исходное положение. После чего цикл работы машин повторяется. Погрузочные машины в непрерывном действии рабочий орган нагребающей лапы захватывает горную массу отдельными порциями и проталкивает ее на конвейер, установленный на погрузочные машины. Погрузочные машины периодического действия могут быть машином прямой и ступенчатой погрузкой. Они широко применяются при проведении выработок и имеют достаточно большое число типов размеров. Ковшевых погрузок машин ковш может быть закреплен на перекатывающейся рукоятками или на шармирной стреле. К преимуществам погрузок машин с ковшевым на перекатывающие рукоятки относятся маневрность и компактность. К недостаткам большая высота подъема ковша при его разгрузке. Отечественная промышленность выпускает погрузочные машины на перекатывающую рукоятку ППН-1С, ППН-2Г, ППН-3С с вместимостью ковша соответственно 0,2, 0,32 и 0,5 метр куб. Рисунок 1. Тут показано, нарисована погрузочная машина с цикличным действием ППН-1С с ковшом на перекатывающейся рукоятке. По этой рисунке пневматическая погрузка машины ППН-3 по компоновке и принципу действия аналогичной машины ППН-1С, но отличается большими вместимостью ковша, мощностью привода и фронтом погрузки. Погрузка машины ППН-2 выпускается на гусеничном ходу и имеет индивидуальный привод гусениц. Благодаря этому возможны повороты машины вокруг точки вращения, а следовательно и внедрение ковша по роду в различных направлениях без отхода назад. Машина может грузить куски разрыхленной горной массы в крупности до 400 мм. По рисунку 2. Машина погрузочного действия ППН-5П. За рубежом и России применяется ковшевая погрузочная машина с боковой разгрузкой ковша, которая обеспечивает сокращение продолжительности рабочего цикла за счет уменьшения длины пути ковша, возможности работы машины в сочетании с конвейерным и рельсовым транспортом. Рисунок 3. Машина погрузочная МПК-3. Погрузочные машины непрерывные действия. Это машины с нагребающими лапами, преимущество их более высокая производительность, чем у ковшевых машин, но вместе с этим они имеют более сложную конструкцию и более высокую стоимость. Погрузочные машины с нагребающими лапами по массе и производительности подразделяются четырех основных типов размеров. Легкие – ПМВ-1, средние – ПМВ-2, тяжелые – ПМВ-3, особо тяжелые – ПМВ-4. Материал, соответствующий в детали всех типов погрузочных машин, типа ПМВ одинаковый. По рисунку 4. Нарисована погрузочная машина 2 ПМВ-2. Погрузочная машина 2 ПМВ-2 состоит из следующих основных элементов. Рабочего органа – это нагребающий лап со столом питателями, ходового оборудования, конвейера, электрооборудования, гидросистемы, рукоятка управления и т.д. Нагребающая часть состоит из рамы, редукторов лап, промежуточных редукторов лап с пулисами и двигателей. Ходовая часть имеет редуктор с электродвигателем, раму, балансиры и гусеничные цепи. Скрипковой конвейер выполнен в виде соединенных шарнирно-поворотного стола, промежуточной и хвостовой секций, что позволяет устанавливать разгрузочный конец стрелы конвейера в необходимое положение по отношению к транспортным средствам. Буропогрузочные машины К буропогрузочным относятся к погрузочным машинам, на которые устанавливаются навесные бурлиные оборудования и которые поочередно могут производить бурлиные забои и погрузки породы. Использование комбинированных буропогрузочных машин сокращает число применяемых в проходческом забое машин и необходимость обмена в забоях подготовительных выработок бурлиных установок и погрузочных машин. Власти в настоящее время выпускаются буропогрузочные машины 1ПМВ-2В, 1ПМВ-2ВС и т.д., снабженные одним манипулятором. Управление погрузочным органом машины двусторонное, навесным оборудованием односторонное. Погрузочные транспортные машины По конструктивному исполнению погрузочной транспортной машины делено на два типа. С транспортным кузовом типа ПТПЭТ, с загружаемым ковшевым погрузочным органом, расположенным на самой машине. Это второе, с совмещением погрузочным транспортным ковшом. Самозагружающимся за одно или несколько черпаний или служащим для транспортированной горной массы. Машины типа ПД и ПТ используются на рудных шахтах. Машина типа ПТ имеет пневмопривод. Все четыре пневмооболона колеса машины являются ведущими. Ковш, закрепленный на шарнирной рукоятке, поднимается цепью от лебедки. Кузов машины при разгрузке опрокидывается с помощью гидроцилиндра назад.